Итоги за прошлый год подвел Республиканский Центр Адаптивного Спорта Юрий Осипов подробнее. Адаптивный спорт в республике всегда был богат на результаты. Сама отдача спортсменов окупается с лихвой. Сегодня мы занимаем вторую строчку по адаптивному спорту на Дальнем Востоке, уступая лишь Хабаровскому краю. Наши спортсмены завоевали 111 медалей по итогам года на чемпионатах России, мира, Европы и именно на официальные соревнования. Благодаря Центру количество систематически занимающихся спортом инвалидов возросло в разы. Сегодня более 5000. Это около 7% от общего числа. За три года работы спортсмены добились заметных высот. Воспитанник Центра Валерий Турлаков стал бронзовым призером первенства мира по вольной борьбе среди глухих. Я занимаю портбой 10 лет. В этом году я участвовал на соревнованиях на мире. Страна Иран, город Тикаран. Перед этим местом занял. До этого он несколько лет становился призером и победителем всероссийских соревнований. Валерий добился таких высоких результатов благодаря своему тренеру Эрчимену Макарову. Он уже 10 лет тренирует глухих ребят. В начале приходят дети как дети. Балуются, конечно. Всякое бывает. Но потом подтягиваешь, постоянно с ними разговариваешь на тему дисциплины, на тему тренировок, на тему учебы. И ребята подтягиваются и начинают уже те, кто подтянулся, показывать результаты. В прошлом году его воспитанники завоевали свыше 30 медалей всероссийского уровня. За высокие достижения Эрчимен Макаров был удостоен звания «Заслуженный тренер Якутии». Уже 18 лет работаю. Из них свыше 10 я уже работаю с глухими ребятами. Есть ребята, которые уже постоянно в тройке сидят в России. Но я у них первым тренером работаю. Именно такие впечатляющие результаты объединяют адаптивный спорт Якутии в целом. В духом целеустремленности пропитано все спортивное сообщество. Он позволяет добиваться побед во всех видах спорта. Так, еще одним героем года стал легкоатлет Леонид Душкевич. Впервые в моей карьере, в карьере моего спортсмена Леонида Душкевич, прошло первое международное соревнование. Он участвовал в всемирных играх «Айвес». И там он занял третье место. Это очень большое достижение для нас. Помимо участия во всероссийских и международных соревнованиях, Республиканский центр адаптивного спорта проводит достаточно масштабные мероприятия и республиканского значения. Ежегодно в Якутии проходят десятки соревнований. Центр не намерен останавливаться на достигнутом. В этом году, кроме традиционной спартакиады по адаптивным видам спорта, запланировано проведение двух чемпионатов России по вольной борьбе среди глухих и волейболу себя. Юрий Осипов, Гаврил Дичков, Лубка Саха, Якутск.